Всем привет! Продолжаем гулять по моему городу, Петербургу. Особняк Шреттера. Мойки 114, Писарева 2. Архитекторы Шреттер. Код постройки 1890-1891. Стиль написано кирпичный. Особняк Шреттера. Кирпичный модерн или кирпичный стиль. Я пользуюсь данными сайта CityWalls. Кирпичный стиль особняка предвосхитил модерн, но это еще не модерн в полной мере. Особняку придан романтический силуэт, вызывающий ассоциации с постройками старинных европейских городов. Двухэтажный особняк построен архитектором Шреттером для своей семьи. На фасаде дома изображен треугольник и циркуль, как символы профессии архитектора. Виктор Александр Шреттер, ведущий мастер кирпичного стиля. Фасады выложены терракотовой керамической плиткой и высококачественным облицовочным кирпичом. Лишь отдельные детали декора, обработанные штукатуркой, наличники, тяги. Фасады несимметричны, окна отличаются по размеру и форму. В облик дома внесены элементы готической архитектуры. Силуэт особняка украшает угловая башенка, а сарканичные щипцы и мансарды. Собственный особняк в кирпичном стиле был спроектирован Шреттером в 1890 году. Архитектор сумел придать облику здания романтический силуэт, вызывающий ассоциации с постройками старинных европейских городов. На северном фасаде Шреттер делает акцент на большое окно, придав ему готическую форму. Готический облик фасада подчеркивает также высокий остроугольный фронтон, зрительно продолжающий вертикаль здания. Оба фасада объединены эффектным приемом. Зодчи вводят в композицию угловой усеченные части здания и архитер с башенкой. Ну, в первом этаже помещалась столовая с небольшой винтовой лестницей, выходящей в сад. С одной стороны от столовой располагалась чайная, с другой буфетная, за которой находилась кухня и людская. Между ними кладовая и лестница, идущая в подвал и к черному ходу. Слева от главного входа в угловой части особняка был устроен кабинет и большая чертежная. На втором этаже находился просторный зал, будуар, пальня, гостиная и три детские комнаты. У Шреттера было восемь детей. В мансардном этаже располагалась учебная детская запасная комната. Внутренняя отделка отличалась простотой и скромным декором. В большинстве комнат, кроме людских и мансард, настелили дубовый паркет. Тогда как в подвале, ванной и ватер-клозетах полы были асфальтовые, а на кухне, в коридорах и на площадках для пола использовали цементную и метлахскую плитку. Двери делались из дуба и сосны. Тщательно выполнялись дубовые оконные переплеты с медными приборами. Отопление было устроено водяное с улажнителем воздуха. Проведен водопровод. В состав хозяйственных построек входили экипажный сарай, конюшня, коровник и каменный ледник. Под маленьким балкончиком знак, который почему-то иногда трактуют как масонский, но это знак общества архитекторов, отцом-основателем которого был Шреттер. На этом месте стоял собственный дом архитектора Геральда Геральдовича Боссе. Боссе жил в нем в 1870-е годы. Ну вот так вкратце немножко о особняке Шреттера, который находится на набережной мойке 114 и улица Писарева 2. Данный я брал с сайта CityWall. Пока-пока, до свидания.